ПЕКС-1632 Ершик для прочистки инструмента и комплект ограничительных колец При сравнении расширительных насадок различных производителей необходимо обратить внимание на то, что штуцер универсального инструмента всегда длиннее Чтобы исключить ошибки при монтаже трубопроводной системы Stout необходимо использовать ограничительные кольца, которые входят в комплект Произведем монтаж аксиального латунного фитинга на полиэтиленовую трубу Stout согласно инструкции, которая прилагается вместе с универсальным инструментом ПЕКС-1632 Первое. Подготовить расширитель Большое ограничительное кольцо установить в посадочную канавку Второе. На штуцер расширительной насадки надеть ограничительное кольцо соответствующего диаметра Развести рукоятки расширителя до упора и накрутить насадку на расширитель до соприкосновения с ограничительным кольцом Четвертое. Подготовить прямой участок трубы для монтажа Отрезать трубу под углом 90 градусов Надеть монтажную гильзу на трубу Внутренняя фаска на гильзе должна быть направлена в сторону фитинга Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставить штуцер расширительной насадки в трубу до ограничительного кольца. Свести рукоятки расширителя до конца и произвести расширение трубы в три приема с поворотом в 30 градусов. Раз, два, три. Вставить штуцер фитинга в расширенный участок трубы до упора, но не дальше последнего ребра фитинга. Перевести предохранитель в пресс-инструменте в положение вверх. Установить место соединения трубы и фитинга в пресс-тиски. Субтитры подогнал «Симон» С помощью подвижной рукоятки пресс-инструмента произвести запрессовку монтажной гильзы. В процессе монтажа необходимо придерживать место соединения в тисках в правильном положении. Субтитры подогнал «Симон» Когда монтажная гильза дошла до буртика фитинга, соединение считается законченным. Перевести предохранитель в пресс-инструменте в положение низ. Вынуть готовое соединение из инструмента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова